Вы мою экономку, ребята, нигде не встречали. Не могу найти экономку. Доброе утро, ребятушки. Гену я на проводе, поэтому тыкву придется очищать дедовским способом, ножом. Такая тыква. Запах от нее. Знаете, с нее можно было даже сделать ризотто. У меня сегодня суп-пюре. Все просто. Зажарочка, уже там картошку я брусила. Сейчас тыковку порежем. Ой, как пахнет. Весной пахнет тыква. Чистить ее, конечно, не экономкой не хотелось. Ну, видите, я даже до семян и не дошла. Даже не знаю, сколько мне этого. Супчиковарить народу сколько будет. Сегодня вторник. Сегодня такой день. Не какой-то вчерашний день был хороший. А сегодня вторник у нас как выходной. Но для офисных работников это не выходной день. Поэтому марокканцев нет. Но офисные есть. Я к нему не так другая. Думаю, сейчас этого если не хватит, то еще кусочек. Знаете, что я вам хочу приготовить? Сделать неделю соленых тортиков. Сегодня у меня рикотта со шпинатом. Потом хочу с артишоком сделать. Ну, в общем, все виды соленых тортов. Если у нас это получится, конечно. Так, наверное, еще кусочек. Ой, я с нее прямо аж сок. Смотрите, вытекает сок. И ой, 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 ой. Ашкафая, ашкафая, если пойти бы. То ли ее в Лидли напоили, то ли она сама такая сочная. Ох, видите, только-только семечки прорезались. Сейчас еще этот кусюнчик добавим. Много тыквы не бывает. Вот такая она твердая, хорошая. Упругая. Упругая, как молодая. Слышно, да? Аж трещить. Я ее помыла сверху, предварительно вытерла. Как положено, все как положено. Так, ну, этого будет достаточно. Обязательно мускатный орех. Сливки добавлять не буду, потому что для итальянцева себе бы добавила. Придать немножко жирности тыкве. Как хорошо, когда все продается, видите. Одни пустые камни умера. Иногда зеленка остается, но тогда она у нас идет на тортике. А как у тера не осталось вообще ничего, вообще ничего. Тортики сегодня будем готовить из свежеприготовленного. Шпинатик. Завтра надо канелу не сделать, шпинат. Там сегодня я сделаю лазанью из песта. А завтра канелу не. А вот кусочки. Свят, 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 свят. Пас веке. Капуста святная. И не только. Перемешку с брокколи. Те люди, которые едят капусту, они и ту, и другую берут. Поэтому я ее в один контейнер и завязываю. Я уже отсадила. Кстати, юшку, которую я отсаживаю, я добавляю в суп. Потому что это юшечка 100% овощная. Так, куда ты? Посолька не в свою пошла. Комбочку морковка. Это у нас уже все в супе. Вся жидкость. Овощной бульон называется. Все, видите, как быстро готовится добавка. С оливковым маслом все это смешали. Сюда можно добавить шалфея, она куда вкуснее. И мы ничего добавлять не будем. Все. Это моется, это мажется. На витрину. Так, быстро. Зажарочка. Шпинат. Вот так вот будет достаточно. Пару таких ложек. Граммов 200 отварного шпината. Будем добавлять яйца, рикотти, сыр. Вот она в витрину. Когда-то не суток на витрину у меня съезжает контейнер. И морковка, вы помните, да? И морковка попал. Потому что набираю вот эту целую бадью. Варится зеленки, готовы. Перчик уже запекла. Паста. Слоеное тесто. Знаете, что я вам могу предложить? Из такого теста. Оно стоит всего 1 евро. Поэтому нет смысла заморачиваться, самому делать. Потому что вылет продуктов у вас уйдет тот же. Если потратить это на яйцо, на масло, плюс на свою физическую силу, то этого делать не надо. Я вам могу предложить соленые куросаны. У нас, кстати, соленые куросаны тоже приезжают. Мы их начиняем прошуто, там всякими делами. Но если вы хотите сделать соленые куросаны на завтрак, вы берете тесто, разрезаете его на дольки и заворачиваете туда то, что я сейчас вам покажу. Итак, рикотта с зажарочкой. У вас творог у меня рикотта. То есть у меня тут шинан было. Вы меня не слушайте. Вы следите за руками, за мыслями. Даже я следить не могу. Что язык мой говорит? В голове все трыщит. Так, значит, рикотта на глаз. Сыр тоже на глаз. Перчик. Соль. Сол, фасоль немного. Сыр соленый. А вот рикотта сладкая. Майраник. Этого много я даю. Где-то ложка. И два яйца. Два яйца. Два кольца. А посредине желточек. Оп. Все. Одела перчатку, чтобы это было быстрее. Чтобы ложкой вам не шкребать. Так бы шкребала ложкой. И в безобразном таком виде я это все смешиваю. И смотрю, содержимого мне хватает. Вот я уже вижу, что мне чуть-чуть не хватает шпината. Сейчас пойду добавлю. Потому что все очень белое. Надо чуть-чуть зеленку добавить. Вот, в принципе, вот эта масса у нас готова. Главное, хорошо сольку размешать. Перчик. Видите? Пальцы граблями. И пошел. Грабелькам, чтобы его не собирать все вместе. Мы его немножко вот так. А даже и добавлять не буду. Пусть он будет поменьше. Ха! Поменьше порции. Ой! Вываливаем все сюда. Разравниваем. Надо вилочкой. Оно так удобнее. Но когда вы спешите и хотите это быстро снять, на фильмы, можно и рукой. Рука в перчатки. Пишут руки, перчатки одень, маску одень, памперс нацепи. Что еще на себя можно одеть, ребята? Вилочка нужно все-таки. Как у меня у нас в интернате делали пирожки с луком, с яйцом, с луком. По-моему, туда еще рис добавляли. Представляете, вот таких хурасанов соленых наделать. Боже, какая бы это была прелесть, да? Вот, смотрите, без рецепта мы с вами сделали рецепт соленого тортика. Как он вам смотрится? Красиво? Всем все видно. Хвостики сюда отпускаем. Бумагу я никогда не вынимаю, поэтому не смазываю противень. Сыром, осыпаем. Опять же, у нас все готовое внутри, понимаете? Шпинат отваренный, зажарка отжаренная. Сыр, он есть сыр. То есть творог. То есть наша реку. Поэтому до красивой румяной корочки. И покажу вам в готовом виде. Сколько мы времени потратили? Наверное, даже 5 минут не прошло. Следующий, сказал заведующий. В очереди у нас сосиска. Сейчас начищу лука, порежу картошку. Сначала картошка с луком, жарится в духовке. А потом режется она. У элдеки сосиска, забрасывается. Она буквально готовится очень быстро. Минут 10 от силы. Это свинятинка. Свину вердзину. Что за свину вердзину, я не знаю. Это может так местность называется, откуда эта свинота приехала. Так, срок годности у нее до 12. О, господи. Еще бы увидеть, что тут написано. Ничего не бачу. А вот она. До февраля, короче. До 2 февраля. Или март. Вам виднее. Не вижу. До марта стопудово нет. До февраля. До 2 февраля. Увидела наконец. Ой, снипенька ты курица. Но она свежая. Она потом сыра приехала. Цена какая. Цена, 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 цена. До 5 евро за килограмм. Надо сказать, торт во время выпечки я один раз вокруг своей оси поворачиваю. Любая духовка, она все равно пучет неравномерно. Видите, как он вырос. Красавчик. Все, пусть еще стоит. А я вам покажу бардак на кухне и наш супчик. Смотрите. Суп-пюре. Попробовала на соль. После того, как я его уже фруланула. Потому что соль распознается только во время сплошной жидкости. Видите. Со сливками он бы, конечно, был, ребята. Ой-ой-ой. Но он и так вкусный. Сейчас я его ставлю на теплую поверхность. И он еще у меня до обеда подзагустеет. Некоторые берут с добавлением риса. Некоторые только с добавлением сыра. Некоторые с сухариками от хлеба. В общем, по-любому вкусно. Апам. Себе шамель крутила наш тортик. Готоврида. Бумага с него раз. Вытягивается очень легко. А? Красавчик. Сейчас еще. Вид сбоку, вид снизу. Ну как он. Румяный. Сыр. Видите, как потянулся за пастой. Восемь порций, ребята. Два, четыре и восемь. Вот так вот. А я тем временем заварила себе бешамель. Видите, сейчас сложу лазанью, добавлю песто. И бегу дальше. А, еще и лук нарезала. Это все быстро. Это так. Вчера прочитала один комментарий. Как только в рецепте вижу вино, выключаю сразу видео. Я даже не посмотрела, это был мужчина или женщина. Просто хочу сказать. Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках. Кто такое пишет. Потому что белое сухое вино, да и красное тоже столовое вино, придает неповторимый вкус блюду. Это без него прямо на итальянской кухне никуда. Совершенно другой вкус. Алкоголь вот он. Испарился. Нема. Былах и нету алкоголя. Алкоголя этот процесс идет. Кухня работает. Картошечка с луком. Видите, лук так он стал прозрачный. Кое-где. Ну, сейчас я его перемешаю. Чуток добавляю сюда сельсичу. Я ее предварительно взвесила. Каждому на порцию будет идти по 6 кусочков. 6 кусочков это по весу где-то 150 граммов. Средняя порция для второго мясная. От 130 до 170 граммов. Так что кому попадется 5 кусочков, кому 7, четко считать не буду. Но есть еще, знаете, есть мужчина, есть женщина. Есть кто просит меньше, есть кто просит дай мне больше. Вот так вот это будет выглядеть. Как вам? Мускатный орех точно на сосиску. Он очень-очень даже подходит. А, какие сосисочки. Так, картошку пора вынимать. Разрешила я одной группе ребята у нас. Ну, они раньше на фюмаре собирались. Есть такие группы. Называются по сетевой бизнес. Они у нас на фолето продают. Фолето это такой пылесос, которые стоят офигенно бешеных денег. Ну, просто офигенно бешеных денег. Картошечка, ты что-то не сгорай. Ай, из духовки валютай. И они раньше собирались на фюмаре, а так как сейчас коммерческий центр, там как бы нельзя делать собрание, мышь оранжевая зона, вы знаете. Вот. А в районе порта можно делать все, что угодно. Так они человек 12, вот сейчас сидят за столиками, там, та-та-та-та-та, свои дела обсуждают. Заодно у нас завтраки покупают. Ну, я говорю, хотите, ваши фолеты можете оставлять там у меня. Ну, есть у нас такие схованочки, понимаете. Так что, хитрая я. А что делать? Жизнь тяжелая. Они, кстати, работу предлагают. Проверим, как там наша водичка. Работу они нам предлагают, что типа, если вы хотите работать по распространению, этого фолета. Ну, вы же понимаете, что такое распространять. Это за свои деньги купить надо бензин, за свои деньги надо куда-то передвинуться. Квартиру у вас сейчас народ не запустит. Не было у меня сегодня красного перчика. А без света вообще такой цвет, да? Фу, никакой. А на самом деле он даже очень, он даже очень классный. Так, у меня уже роста на завтра. Так что, такая работа нужна никому. Видите? Так что, есть в Италии работы. Продаешь, зарабатываешь. Не продаешь, куришь. Тихо в стороне. Ой, ребята, еще начать и кончить. Искала пину надо, и то надо. В общем, я продолжаю. Иериксон, на самом деле не Pe να специ. Так что, это téc rap, они все всевозможны. Что такое пузы Ginsu? Тихо видно? У меня свой собственный человек. Вам понравилось? Маленький видеочет для Иера. Всё осталось. Две капустыни. Всё. Продолжение следует...